Питер Джейкобс на сцене, человек который учит нас как работать в сетевом маркетинге, человек который привел в бизнес массу топ лидеров по всему миру, человек который занимается у нас воспитанием и обучением лидеров, интернациональный бизнес философ, кстати очень интересный, интернациональный бизнес философ, привет мир, как вы дела? Отличное мероприятие сегодня, у нас есть несколько ключей для успеха и я вам их расскажу. Никогда не слушайте того, кто не может вас придвинуть на следующий уровень и ваша жизнь будет двигаться в том направлении, в котором будет работать ваша голова, ту картинку, которую вы будете всегда видеть и вы всегда думаете, почему другие люди добиваются успеха, а другие не добиваются. Почему это происходит? Я тоже об этом думал и я потихонечку учился, что реально это продукт нашего окружения. мы, когда мы развиваемся, мы всегда учимся чему-то от людей и мы продукт нашего окружения. это мне напомнила реальную историю. Я делаю праздничное блюдо, мой сын, моя сына готовит еду праздничную, мой сын смотрит что-то, жена приготовит специально свинину, буженину и отрубает двух концов. Сын спрашивает, почему ты каждый год режешь буженину с того и другого конца, отрезаешь куски. Жена отвечает, я не знаю, потому что моя бабушка делала, моя мама делала и я это делаю. И давайте позовем бабушку. Позвали бабушку на китчу, бабушка приходит на курицу и спрашивает, почему отрезать буженины с той и другой стороны, с того и другого конца. Это кусок мяса. И бабушка отвечает, что моя мама, прабабушка, ваша прабабушка это делает. И они позвали прабабушку. Прабабушка пришла, спрашивает ее прабабушку, мы на кухне делаем вот эту буженину и мы отрезаем оба конца, левый и правый. Почему? Почему ты делаешь это? Она отвечает, потому что моя печь была недостаточно большая. То есть она отрезала эти концы, потому что вы вместите в печку. А ее повторяли все, вся семья повторяла, как традиция. И успех это так, как ваши мозги настроены. И как я говорил уже, что ваши мозги, все будет двигаться туда, благодаря той картинке, которую представляете внутри себя. В том направлении она будет двигаться. В Украинском университете делали исследование, почему люди боятся, не достигают успеха. Потому что они боятся. И 40% тех страхов, которые у людей есть, они никогда не сбудутся. И 40% люди беспокоятся о том, другие 40% о том, что уже случилось и так и так. 12% это что-то болезни и 10% это небольшие проблемы, которые вам все равно нужно решить. В общем, 92% о том, что люди беспокоятся, это вообще не о чем говорить. 92% не о чем вообще говорить о тех страхах, которые есть в жизни людей. Как мы из этого можем уйти? Мы делаем мероприятия, обучение, семинары, вебинары, тренинги, книги для того, чтобы поместить что-то хорошее в наши мозги. И мы начинаем менять путь, как мы думаем. Если мы не будем это менять, то мы никуда не продвинемся. У меня есть великолепная история, потому что мы все должны что-то такое, что нас возбудит. Мы должны людей, которые смогут нас подвинуть, будут для нас маяком. Если они это могут сделать, то и мы можем это сделать. И это было в реальной жизни. И я расскажу о моем друге, который умер некоторое время назад. И я расскажу об этом человеке, который был первым человеком в истории, который забрался на Эверес без кислорода. Это швед. Он поднялся на Эверес без кислорода. Его история вообще великолепна. Это история, которая может завести любого человека. И меня тоже. Что вы можете делать, когда вы глубоко внизу, когда вы подумаете о нем? Его имя Ярон Крок. И всегда, когда ему говорили, он все интенсивно настроен, он всегда поднимал две руки вверх. Не одну, а две. Итак, представьте, это нормальный человек. Мы вместе росли в одном доме. Я был больше музыкантом, он больше в бизнесе. Мы знали друг друга. Он пошел одним путем, а я пошел другим путем. И он начал покорять горы. И он решил покорить Эверест. И он в газетах сказал об этом, что я хочу покорить Эверест, не используя кислород. И попросить людей, чтобы они помогли ему, оказали поддержку. Один журналист сказал, что покорить Эверест, и любой это можно сделать без кислорода. И он решил сделать круто. Поехать на велосипеде из Стокгольма и вместе с велосипедом поговорить Эверест. То есть доехать до Эвереста, залезть наверх с велосипедом и спуститься и вернуться в Швецию. В Стокгольм, Гималайя. И он поехал, вот смотрите, это его путь на велосипеде через весь мир практически. Никто это не мог сделать, он был первым. И он сделал это. И когда вы внизу, когда у вас в депрессии, подумайте о человеке, который просто решил и сделал. Не просто забраться на Эверест без кислорода, но доехать на велосипеде и на велосипеде подняться вверх. Кто может такое сделать от Стокгольма до Гималаев на велосипеде? Это очень тяжело. Еда, велосипед может сломаться. Куча-куча проблем. Да, это круто, конечно, круто. Он начал 26 апреля 1995 года. Он выехал из Стокгольма и приехал в Гималаев в октябре 1996 года. И если вы чувствуете себя, ваша энергия понижена, вот подумайте о нем, яный кровь, и поднимите две руки вверх, потому что он это сделал. Он просто месяцами ехал и ехал к своей цели. Может быть, люди, которые кидали на него камни, которые нацелили оружие на него, но он шел к своей цели, к своей мечте. Там, где он должен был остановиться на Гималаеве, это точка остановки 5000 метров. И многие умирали, поднимаясь туда. Не только вверх, но и вниз умирали, достигнув в лагере. Многие не достигли. Это история, которую рассказал этот Якроп Питров. И он доехал до этого кампа на 5000 метров, и там была американская телевизионная компания, и снимали все, так сказать, всякие разные картинки красивые, но профессиональные команды. И обратите внимание, что он сказал, что я сейчас им покажу кое-что. Он делал это все без маски, без кислорода. Они там бегали с камерами, американцы, замерзшие, и говорили, что мы в Гималаях, здесь очень холодно, да, ужасно, да, можно умереть. И там камера моя бегала за ним, оператор. Там был снег, и он сделал следы. Сделал следы там, куда они шли. Когда камера навелась туда, не может быть такого, чтобы следы в этом месте. И когда они навели на него, он поднял два пальца вверх. Я здесь. Эй! Пошутил. Если вы не можете что-то сделать, то подумайте о нем. Он сделал. И он покорил. Пекаривый ревес без маски, без кислорода. Он достиг своей цели. Многие люди умирали, многие вернулись назад. Он практически дошел до вершины без кислорода. И до верха было всего 300 метров. Практически осталось 300 метров, и он вернулся назад, потому что он почувствовал не очень хорошо, потому что что-то не пошло не так. Он вернулся назад, чтобы на следующий день опять покорить Эверест. И представьте, он сел на велосипед. Вы представляете, берете велосипед. Прямо от Стокгольма. 13 тысяч километров. Один путь. Потом поднимаетесь на гору. А потом съезжаетесь с горы. Ну вы сумасшедшие. Вы устали. Капитально устали. Вы сделали очень много. Потом опять должны сесть на этот велосипед и вернуться назад. Домой. Это вообще сумасшествие. Но этот человек вообще крут. И если вы себя чувствуете не очень, подумайте. Если вы думаете, что вы не можете это сделать, подумайте в этом человеке. Поднимите your line crop два пальца вперед. Если он это сделал, я тоже могу это сделать. Это все, все то, что у вас все о том, что у вас в голове. И вы можете сделать все, если вы правильно настроитесь внутри себя. Если вы это сделаете, если вы настроитесь правильно, то остаток вашей жизни будет лучше вашей жизни. То, что у вас было в жизни. Вы становитесь тем, кто… Если вы думаете себе так, как вы думаете, тем вы будете. Никому претензий не имею. Каждый выбирает для себя. КОНЕЦ ФИЛЬМАТЕРУ! ИНТРИВАТЕРУ! Продолжение следует...